Значит был такой задан вопрос, мальчик 4 года не наводит порядок в своей комнате и хотелось бы, чтобы он был приучен к порядку, чтобы он содержал комнату в чистоте, чтобы все было классно в плане того, что вот поигрался, сложил за собой игрушки, поигрался, сложил за собой игрушки. Как этого достичь, как ему с этим помочь? Значит отвечаю, если мальчик в 4-летнем возрасте не складывает за собой игрушки, это так же нормально, как если он за собой их складывает. Поэтому мы возьмем ситуацию, когда он не складывает, оттолкнемся от того, что это нормально, потому что мальчик 4 года не видит абсолютно никакого ни бонуса, ни интереса в том, чтобы сложить за собой игрушки. Вообще дети этого не очень замечают и не очень понимают. Возможно еще и потому, что мы все-таки с вами взрослые, мы больше рассчитаны на какую-то внешнюю оценку, мы с вами можем нарисовать такую ситуацию, что к нам зашли какие-то знакомые и увидели у нас бардак, хотя бы, как минимум, да, мы можем это нарисовать. Ребенок эту ситуацию, особенно в 4 года, явно не нарисует, что если к ним придет играться какая-нибудь соседская Машенька, то он прям-таки испытает какое-то чувство стыда за свою неубранную квартиру и будет себя чувствовать неловко, общение с Машенькой уже будет не такое, как могло бы быть, если бы комната была чистая и убранная. Такого не произойдет и такую манипуляцию, умственную такой вот анализ такой ребенок в 4 года, конечно, не сделает. Поэтому здесь все намного проще. Когда ребенку 4 года и вы хотите добиться для него порядка, вы должны по мере своих сил и возможностей помогать ему этот порядок организовать, быть рядом и использовать, конечно же, как всегда, наш любимый, с вами уже, надеюсь, игровой подход, который прекрасно работает, безотказно работает в дошкольном возрасте. Например, если мы поиграли с машинками, то наши машинки хорошо будут спать, если они будут в гаражах. Если нашими куклами мы поигрались, если это девочка, да, и то нашим куклам нужно, наших кукол нужно уложить, они будут также ночью спать. Вот какими-то такими историями, шутками, прибаутками мы стараемся объяснить ребенку, почему взятые им игрушки должны, так сказать, проследовать от игрового вот этого вот полигона до непосредственно места, где у них свое отведенное специальное для этого есть. То ли коробка, то ли ящик, то ли еще что-то. Поэтому, конечно, в 4 года только, первое, это личный пример и личное участие родителя, насколько ему это удается. Второе, при этом отсутствие каких-то сухих указаний, наподобие того, что порядок это хорошо, вот есть люди, которые следят, это все ему, это все для него пустые разговоры. Поэтому, конечно, использование игрового подхода и, конечно же, позитивное подкрепление тех ситуаций, когда ребенок этот порядок вдруг сам организовал. То есть он получил эти позитивные подкрепления, когда, допустим, пришла мама в очередной раз с работы или, да, там, заглянула в его комнату и вдруг обнаружила, что он сам сыграл в эту игру предложенную, что машинки после игры у нас заезжают в гаражик. Вот. То есть, если так произошло, то это, конечно, большая удача. Это, конечно, здорово. И надо это, об этом ему сказать. Подойти к нему, обнять, сказать, слушай, ну ты просто молодец, ну ты, ты поигрался. Я слышала вот эти звуки визжащих, тормозящих машин, проносящихся рядом. Это все у тебя было. А ну-ка расскажи, что у тебя было. Он что-то рассказал. Взахлеб, конечно же, потому что игра, возможно, была динамичной и интересной. Потом вы взяли и прокомментировали то, что его машинки после вот этого вот большого такого автомобильного, возможно, сражения или вот таких перемещений взяли и все с помощью его, так сказать, да, никто ему не говорил об этом, да. Вот они взяли и все поехали в гараж и там теперь стоят. И посмотри, теперь это поле чистое, теперь можно поиграться с чем-то другим. И все это сделал ты сам. И меня не было рядом. У меня не было возможности. А ты все это организовал. И это, конечно, здорово. Поэтому это просто класс. Ты молодец. Ты у меня умница. Я просто в восторге от того, что ты уже такой взрослый. Ты представляешь, если ты будешь и дальше так делать. У тебя всегда будет порядок, у тебя вся будет чистота. Всегда в твоей комнате можно будет играться разными игрушками, потому что они не будут смешаны. Ну и так далее, и так далее. Вот это все позитивное подкрепление, когда вы видите, что ребенок сделал что-то самостоятельно, конечно, ему нужно отдать. И таким образом мы его приучим к тому, что он начнет потихонечку все это выполнять сам. Но бывают такие дети, которые на это не сильно пойдут. И даже это, то, что я рассказал, вот эти три шага, да, то есть это фактически надо вместе с ним сделать, да, ну личный пример какой-то, да, показать. Второе, это то, что нужно использовать игровой подход обязательно. Ну что просто так, зачем ребенку в 4 года порядок в комнате, объясните. Какой смысл в этом в 4 года? Конечно, нет никакого смысла, вот. Он есть у нас, смысл есть у нас. Вот для нас есть смысл. Мы хотим, мы иногда так можем с вами фантазировать, что как бы вот, если ты в 4 года вот так вот приучишь ребенка, да, то это вот на всю жизнь, да, вот что, ну, да. Мы можем на эту тему фантазировать и думать, что это так и сработает. Вот, но мы можем с вами сделать, с другой стороны, важно еще сказать, мы можем с вами сделать так, что ребенок возненавидит порядок. Просто возненавидит все, что связано с порядком, с убиранием вещей навсегда. Это если мы с вами позволим себе эмоционально, негативно выражать свои эмоции касательно того, что у него беспорядок. Поэтому всегда, когда вы хотите ребенку сказать о том, что в твоей комнате надо навести порядок, пожалуйста, используйте какую-то мягкую форму. Как-то аккуратно это делайте и не срывайте на нем зло, когда вы видите его комнату неубранную. Ну, это еще, конечно же, я сейчас немножко про ту тему, которая у меня на эту тему отдельный есть ролик. Про то, что схема движения эмоций в семье. То есть, ребенок у нас на первом этаже, он отдает эмоции маме, мама отдает папе, ну и, собственно, мама отдает или папе, или психологу, папа отдает психологу. Но вниз эмоции не движутся на ребенка, негативные эмоции не должны спускаться. Но это, конечно, в идеале. А наша с вами задача уже попробовать это реализовать максимально, насколько у нас получается. Но вот эту азбуку, конструкцию хотя бы основную, желательно знать, да, что ребенок не должен от нас получать негативных эмоций. И он должен иметь возможность отдать нам негативные эмоции. Потому что он растет, потому что он формируется, потому что ему нужна помощь.